...за героика Кэддиан, Снэпи Моди, Нико и Валде. Это Нико не совсем такой Нико в Маус-Порте, который, а немножко другой. Не путайте. Итак, поехали. Поехали через апартаменты, решили пропушить в первом раунде. Классическая атака. Моди делает опенинг уже в этом матче. Нико устанавливает... Нико... Устанавливает бомбу, окружили уже представители команды Эпсилон со всех сторон. Абсолютно со всех сторон, но Кэддиан это не смущает. Нико организовывает очередной фраг. Все пять игроков нападения живы до сих пор. Удивительно. Удивительно. Бам-бам-бам. Перестрелочка. И все-таки добивает Дрейкен два фрага, между прочим, на его счету. Но теперь Калли один-одинешник против троих игроков. Бомба тик-тикает. Бомба тик-тикает, как никогда раньше не тик-тикала. Кусачки есть, но против трех мушкетеров он воюет одновременно. И решил сохранить. Ну, смысл имеет на самом деле. Во-первых, он не подарит бонус-фраг оппоненту. Плюс сохранит кусачки. Смог. Нормально. Учитывая, что форсированный раунд впереди, имело смысл сохраняться. Итак, поехали. Первый раунд завершен. Датчане повели. Итак, датчане повели. Форсированный раунд должен быть по логике. Да, есть UMP-шка. У Фредди, у Асталик, скорее всего, будут только пистолеты. Да, есть Диггл. И сделай себя чуть потише. Так, окей. Окей, понял. Сейчас немножко FPS просядет за счет того, что я буду делать себя потише. Вот, должно быть потише. Если слишком тихо, опять же, дайте знать. Возвращаемся в игру. Форсированный раунд, но всего лишь одна UMP-шка, как я ранее отмечал. Против трех UMP и двух калашей. Сразу двумя калашами решили обзавестись члены команды Heroic. Ну, звучит, как немецкий фильм, да? Члены команды Heroic. Но из CSGO название команды не выкинешь, как вы прекрасно понимаете. Итак, ждем. Нико пытается спалить лодыжки. Но лодыжек не будет, хотя рядом. Безусловно, рядом. И при этом не один игрок, а аж три в этом направлении у Нико. И основная атака будет в любом случае в точку А. В точку Акалии. 5-7, 5-7, 5-7. Отлично сработал. Ну, два фрага было бы, конечно, лучше. Размен. Неплохой размен, надо сказать. Но проблема в том, что нет возможности пикнуть дропнутые пушки. И два оставшихся игрока Epsilon вынуждены будут сражаться с тем, что они имели в самом начале раунда. Drakken 4 HP, 100 HP у Rez. Но бомба установлена. Позиции заняты. И несмотря на то, что всего лишь в одного игрока преимущество у Датчан, выиграть этот раунд будет достаточно сложно. Но у Rez иное мнение. Он завалил одного. Но Валда делает размен и все. Боюсь, Дрейкену здесь делать нечего. Сейвит. Понятное дело, сейвит. Так как полный экономический впереди. И это Дигл плюс. С полной броней. Поможет. Не сильно. Но даст хоть какую-то надежду. Итак, ждем 2-0. Ожидаемый результат по итогу пистолетки. Ждем 3-0, между прочим. Если какое-либо мини-чудо не произойдет в исполнении шведов. Ну а в общем и целом, конечно же, все самое интересное, все самое вкусное. Клубничка со сливками начнутся после третьего раунда, когда все игроки затарятся. Может быть и не по полной, но затарятся основательно. Итак, полный экономический раунд. Будет ли какая-нибудь ловушечка в исполнении шведов? Знаменитая шведская семья, то бишь ловушечка, когда они все заныкаются в одном месте. Интересно понаблюдать, есть ли какая-нибудь домашняя заготовочка. Между прочим, о формате квалификации я вам быстренько скажу. Double Elimination. Старый, добрый Double Elimination. Наиболее справедливый, на мой взгляд, формат турнира. Так что у проигравшей команды еще будет шанс выиграть путевку на ландфиналы. Даже если они проиграют эту серию до двух побед. Но, естественно, все хотят продолжать борьбу по верхней сетке. Как вы видите, экономический раунд, но Дрейкен уже обзавелся СНГшкой. 4 в 4. И, в принципе, есть еще шанс. Так как бомб-зоны контролируют до сих пор представители команды Эпсилон. Пытаются выжать преимущество датчане. I mean... Я имею в виду, что имеют тяжелое вооружение. Пытаются выжать преимущество от... Воевав... Блин, воюя на дистанции. Sorry. Я до сих пор не проснулся. Вот как проснулся в 9 утра, до сих пор не проснулся. И так Фредди Би убивает Снэпи. И вот теперь Снэпи... Ой, поджарит, поджарит, поджарит. Ах, поджарил. Ну, рискованная позиция была у Фредди. Какой смысл было ныкаться именно там? Ждал подсадки, понятное дело. Но и гранаты, и фаеболы его минусовали. Что, собственно, и произошло. В любом случае, западня. Ожидаемая западня, как я и предполагал, будет у нас ловушечка. И эта ловушечка в зоне Б. И вполне может сработать. Слишком... Смотрите, как прекрасно прикрывают друг другу. Как минимум, размен будет. Но... Нет. Ой, какая... Это фейк. Это был прекрасный фейк. Замечательный фейк. И не сработает ловушечка от Эпсилон абсолютно точно. Теперь все в руках Кали. Он один. Ну, нет, нет, нет. Даже не убил хотя бы одного. Два зомбаря остались. Я говорю о Валде и Моди. Но ситуация 3 в 3 завершилась в пользу датчам. При этом они никого из трех игроков не потеряли. И так, наконец-то, первый оружейный раунд. Вот теперь начнется все самое вкусное. Вот теперь мы увидим то, ради чего сегодня все мы собрались. Если так, 3-0 и первая оружейная баталия абсолютно идентичны по силе своей пушки у команды. Дрейкин, ой, как агрессивно. Ой, как агрессивно. Он пытается, он пытается воевать по миду. И сработает ли. Люблю дуэль снайперов. Увидим ли мы дуэль снайперов? Пока нет. Так как Дрейкин чекает мид. А Кеден, в свою очередь, контролит точку А непосредственно из бомб-зоны. Атака на А будет. Игнорирует центр датчани. Будут пушить только с двух направлений через Пелос и Яму. А вот через ковры, да. Через ковры. Сори. Я по-прежнему некоторые нычки называю на английском языке. И поехали, поехали. Барбар. Ну, ну, ну. Слишком поздно стрельнул Кеден. Но Валда и Моди в любом случае сделали дело. Выровняли ситуацию. 3 в 3 у нас фаебольчик будет. Нет фаебольчика, нет. Кеден сейвит фаебол на момент дефьюза. Ну, естественно, да. Когда пробьют оборону. Если пробьют оборону шведы, Кеден заюзывает этот молотов, чтобы еще выиграть время. Тем временем будут ли сейвить? 3 в 3. Ситуация не такая уж и простая. Так как понимают, что есть снайпер у оппонента. И теряют еще одного игрока. Шведы. 3 в 2. Нет, нет. Домой. Давайте. Домой. Дрейкин убивает. Но поздно, по-моему. И вот тут фаебол не поможет на самом деле. Вот видите. Фаебол Кеден дропнул. Но он особо не поможет, так как дым. Ой. И нет времени. Ну, слишком медленно. Слишком медленно играли. Я не знаю. 3 в 3 они были непосредственно у бомбы с зоной. Но слишком медленно затянули. Затянули. Да. Именно так. Первый оружейный раунд. Опять же, в пользу датчан. АВПшечка в руках Дрейкина. Он сохранил ее после предыдущего раунда. Я вам напомню. Дает какую-то надежду. Дает надежду. Но. Дрейкин ждет. Одна АВПшечка будет играть в зоне Б. Остальные расплитились. Расплитились. По центру и зоне А. Ну что ж. Все в руках Дрейкина. Если он напикнет одного, а то и двух. Тут же надежда появится. Но вот если АВПшка не сработает. То все. Пиши пропало. Итак. Фредди полностью задымлен. Ждет, ждет. Подмоги не будет от АВПшника. Потому что его задымили тоже в салат. Увидел спину оппонента Фредди. Рез минус. Бабам. Еще. Добей, добей. Нет. Не успел он его выходить. Бум. 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 На опережение пытался прострелить. Немножко рано не угадал с таймингом. И. Хопа. А здесь подхват от Валде. Ну и вот тут же минус 0. И посмотрите по итогу. Что у нас творится. 4 в 3. Хопа. Еще один фраг от Моди. 3 в 3. Неплохо. Неплохо. Ой-ой-ой. Моди неплохо. Очень важный фраг делает Моди. Просто очень важный фраг. Но. По прежнему. Есть надежда. Ну куда ты голышом-то бегаешь. Нико. Куда. Куда. На перестрелку пришел с ножом. Ай-яй-яй. Ошибка от Нико. И тут. И тут. То же самое от Дрейкена. Итак. Двое против одного. Рез. В апартаментах. И походу оппоненты не входят. Нет. Они его ждут. Они знают где он может находиться. А бомбочка перед носом у Рез. Перед носом у Рез. Ну блин. Он без понятия где. Оба игрока. Увидел одного. Фейк. Нет. Кусачек. Иди домой. Не-не-не. Уходи. Уходи. Ну серьезно. Ну не получится здесь. Ну сейви. Ну куда ж ты. Ну. Я не понял. Я не понял. Здесь понятное дело было. Бесполезно. Бесполезно. Грустно. Конечно же грустно. 5-0. И датчане медленно, но верно, увеличивают свой отрыв. Увеличивают свое преимущество. И шведам пора бы задуматься. Лучше всего это делать на втором полном оружейном закупе. И еще одна надежда. Ну если шведы и это завалят, то я не знаю. То я просто не знаю. Не думайте, что я болею за шведов. Я болею за потную катку. За упругий. Нет. Это из другого фильма. Я болею за интересный КС. Вот в чем дело. А когда в одни ворота играть, то я понимаете не так уж и весело. Но не забываем игра до двух побед. Так что все еще впереди. При этом мы еще не посмотрели 10 раундов в первой половине. Так что все самое вкусное впереди, я надеюсь. Тем временем медленно перетяжка в зону А. Бомбочка по-прежнему загорает. На банане. Все, перетянулись. И однозначно атака будет в зону А. Барбар. Вообще три игрока сразу чекают у нас зону А. Поэтому пробить эту оборону будет весьма и весьма сложно. Валде переключается в апартамент. Он будет пушить оттуда. Остальные через яму пойдут. И через центр, кстати. Вот это неплохо. Мы помним атаку, когда всей толпой пушили через два направления. По двум направлениям. А здесь Снэпи может сыграть достаточно большую роль. Когда такой нежданчик по центру. Это всегда неожиданно. Ну не всегда, но зачастую может сработать на полную. И так потому, что он будет и минусовать вот этого чувака. И пытаться подловить сзади других. Ну здесь у нас первый фраг от Валде. Ба-бам! Перестрелочка. Вот-вот. Сработала Снэпи. Он заблокировал вижен игрока через центр. Тем временем датчане уже в зоне. 10 секунд остается. Но у них достаточно времени установить бомбу. Попытался Рез вырубить хранителя бомбы. Но угол был очень хороший для установки. И здесь сейвить надо. Здесь понятно. Нет. Ну сейвить. У вас АВПшечка. Он сильно покоцанный. Куда? 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 Ну зачем? Ну здесь опять ошибка. Уходить надо на сейв однозначно. Здесь не выбить бомбу ни при каком раскладе. И я не понимаю, почему продолжают Эпсилоновцы давить. Здесь результат уже очевиден. Дрейкон теперь сейвит. Поздно. Поздно пить боржоми. Когда два игрока отвалились. Дрейкон и бум. И даже не пытался на скоп взять. Пытался на ускопом видимо вырубить. Хорошая попытка. Но нет. 6-0. И теперь уже датчане. Можно сделать вывод. Лидирует с явным-явным отрывом. И пора взять либо тайм-аут. Либо выпить Редбул. Одно из двух. Но Эпсилону однозначно что-то надо сделать. Потому что так не пойдет. Вот так вы тут делаете. И вот это вообще не пойдет. 6-0. И отличный шанс для датчан сделать и вовсе 7-0. Благодаря тотальному преимуществу вооружения. И так пушит, пушит Калли. Подлов будет? Подлов будет? Нет, прикрывает. Смотри. Вот красиво. Вот это понимает тимплей. Кэдден прикрывает. И все хорошо. Подлов не сработал. Снэпи легко непринужденно забирает Фредди. 5 в 3. Атака еще не началась по сути. А Эпсилон уже теряет двух игроков. Нежданчик от Рез. Нежданчик от Рез. Нико не... Окей. Ну да. Ждет. Понимает, что он может из сети спалной выйти. Но опять же есть прикрытие. Есть кавер. И все хорошо. Увидел локоть Моди. И этого достаточно. Порой достаточно просто спалить. Не обязательно убивать. Просто спалил. Тоже может сработать. И спрей неплохой. Но Рез делает размен. Опять же без возможности пикнуть. Барбар, кукушечка будет? Ку-ку. Ку-ку. Вот я. Опа. Вот это, конечно, блин. Вот тут вот... Сейчас, извините, FPS немножко дропнется. Потому что это... Мне надо. Мне надо сделать вот так. Просто, просто. То, что вы сейчас видели, это было вот это вот. Я другого сказать не могу. Это же надо было, да? Это же надо было. Ладно, поехали. 7-0. И это говорит о невезении вдобавок. Вот бывает так. Бывает так, когда все валится из рук. И даже нож в спину. Когда пытаешься убить в спину своего оппонента. 7-0. 7-0. По-прежнему не видим какой-либо антитактики. Ну, Рез решил играть агрессивно. Нет, не пойдет дальше. Так как спалился за счет спрея. Бомбочка. Бум. Ну, абсолютно без профита. Вообще дамага какого-либо нанесено. Не было после этой бомбочки. Тем временем Дрейкин. Ой-ой-ой-ой. Нет, не выцепит никого здесь. Мид чистый. И все равно. В любом случае терры попытаются захватить мид. Делают это они весьма медленно. Обычно если терры планируют захватить мид. Они это стараются делать изначально. За счет дымов. Флэшек и прочего. Но, как мы видим, у датчан медленный стиль. При этом они прекрасно знают, что оружейный раунд у Эпсла. Минута остается на табло. Спреи без дамага. Моди немножко покоцан, но не критично вовсе. Перетяжка у нас куда? В зону А, скорее всего. Так как мид под контроль. Взят Кэддианом и Снэпи. Нико чекает... Ну, смещается к центру через метро. Следующая станция. Плант А. Фаябольчик, чтобы выиграть время и не чекать парапет. Но, в любом случае, Снэпи. Снэпи. И, оп, перестрелочка. Рез. Барбар делает первый фраг. Разменчик. Ни один фраг я вам не показал. Вообще молодцом. Моди убивает, но жестко он покоцан. Три в два. Это шанс. Поджарил, поджарил, поджарил. Ой-ой-ой, какой перехват. Все замечательно. Нико, это шанс. Вдвоем двигаются. Какой синхронизм. Прямо как школа танцев. В исполнении команды Эпселон. Прямо вдвоем стали стрейфить одновременно. И стали стрелять по апартаментам. И выцепили моди. Отличный синхронизационный тимплей мы увидели. Прямо. Ну, прям танец был, да, своего рода. Итак, 7-1. И, наконец-то, первое очко у Эпселон. И теперь, может, попрет. Понимаете? Порой надо выиграть лишь первый раунд. И после этого как попрет! Как попрет! Возможно, это тот самый случай. Давайте смотреть. Давайте наблюдать. Интересный расклад здесь от Эпселон на этот раунд. Лишь Калли чекает... Лишь Калли чекает бомб-зону А. Остальные решили контролировать Б и Мид. Интересный. Интересный расклад. Возможно, пытаются подловить. Исходя из тактики предыдущего раунда своих оппонентов, представители Швеции. Но, как мы видим, это не особо сработает. Ой-ой-ой-ой-ой! Барбар! Как нагло! Как нагло! И вот те на! Вот те на! Потому что не надо. Ну, не надо агрессивничать. Правильно? Надо было играть с Эйфова без какого-либо шанса на размен. Барбар ухоп покинул нас и ушел гораздо лучший раунд. В более лучший и светлый раунд. А именно раунд 10. Но раунд 9 еще не закончился. Итак, ждем. По-прежнему лишь кали, чек, яму и ковры. Флешечка, фаябольчики, весь комплект. И что? Что? Ну, очень много дыма. Прям задымили. Прям как лесные пожары. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, не дай боже. Итак, поехали. Задымили все. В хламину! В спину! В спину! В спину! Пошел! 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 Трус! Мог убить кучу. Убил одного и второго. Нет, Дрейкен подловил. Очень Моди поджарил Дрейкена. Не в смысле поджарил, а в смысле Молотовым убил. Да? А то сейчас всякие старшеклассники подумают. Всякое. Рез 1. 1. Увидит калаш? Нет, не увидел. И Кэдин его добивает. 8-1. И после первого выигранного раунда за защиту Эпсилон датчане вернули все на круги своя. И опять разница плюс 7. Плюс 7. Датчане, как мы видим, не теряют концентрации. Сделали выводы. Но опять же не могу не отметить своего рода ошибку от Барбара. Но он пропушил, увидел, что нет никого по апмиду так называемому. Зачем идти дальше? Зачем агрессивничать? Рискнул и проиграл по своей сути. И опять нет денег у шведов. Вынуждены они играть с пистолетками онли. И здесь опять же отличная возможность у датчанпу. Но вот что мне нравится у датчан. Они прекрасно играют на страховке. То есть ни одно движение без страховки не выполняется. Вот опять же, да, прекрасный наглядный пример мы видели в раунде предыдущем, где Барбар пушил в одиночку. Одинокий волк, да, просто пошел. А у датчан такого не бывает. Если идет какой-то мув, если готовится раскидка, страховка есть по-любому. И за счет этого они подлавливали не раз своего оппонента. Удивительно, что Эпсилон не сделали вывода, не поняли, что там страховка всегда есть. И продолжают аркадничать. Вот это мне непонятно. Но в любом случае не мне со званием двух калашей судить про игроков. Снеппи тем временем ждет, ждет. Ну, ну, ну. Опа. Ах, пол шишечки увидел, ба-бам! Снеппи минуснул Барбара. И теперь Рез-1. Ну, ну, нет. С Сизетом на такой дистанции кого-то выцепить будет крайне тяжело. Но у него 100 хп, так что шанс будет в любом случае. В любом случае, нет. Естественно, он не пытается выбить бомбу. Понятное дело, что раунды ему не выиграть. Но он пытается лишь выцепить так называемый у англичан exit kill. Exit kill, для тех, кто не знает английский, означает железнодорожный вокзал. Итак, 9-1. Давайте окинем взором статистику после 10 раундов. 8 фрагов наколотил Дрейкен и 18 очков у него. Тем временем у Нико 10 фрагов и 33 очка. Ну, статистика у топ-лидеров достаточно близкая. Но средний знаменатель гораздо туже у шведов, как вы понимаете. Опять нет денег на желаемые пушки. Лишь UMP-шка у шведов. А у датчан, понятное дело, полный пакет. Итак, Кэддиан ждет. Фредди опять. Ну, не надо агрессивничать. Я не понимаю. Ну да, теперь заныкались. Нет, на самом деле, агрессии. 1237 рублей стоит этот скин, как вы догадались. Итак, опять контроль центра. Кэддиан снэпи. Мы видели уже эту тактику, когда Кэддиан и снэпи работают парой. В смысле в CSGO, а не то, что вы подумали. Старые похабники. Взяли мид и опять же по центру никоп. Не по центру, а через метро смещается в центр в том числе. Но в этот раз атака будет на А. На Б. То есть в прошлый раз мы видели подобное начало. Но для реализации атаки в сторону А. А здесь на Б. Бомба установлена. 5 в 3. И я думаю... Ой-ой-ой, нет-нет. Ну тут, понятное дело, не выиграет раунд однозначно. Хотя много покоцанных датчан. Однако Дрейкон теперь один. И что, что? Ну зажали его, зажали. Просто в тиски взяли им. Кстати, все 5 игроков остались живы. Очень мощный экономический задел таким образом. Ну, я думаю, прекрасно видно, что денег у них хватит на все. На все оставшиеся раунды. Совершенно точно. Ну, первой половины, понятное дело. Но 10-1, играя за атаку. По-прежнему не забываем, что Мираж это... Ну, пусть и не жестко дисбалансное, как тот же Нюк или Трей, например. Но, опять же, есть преимущество определенное у стороны защиты. А как мы видим датчанам на это, ну, как бы по-литературнее и по-культурнее сказать, пофиг. Вот, да, нашел подходящее слово. Спасибо Марии Ивановне. Итак, Рез. Опять же, на апартаментах рядом со всем Фредди. Чекает парапет и готов подсобить Резу, если понадобится. А что у нас у датчан? Радует разнообразием атак датчане, на самом деле, да. Несмотря на тотальные преимущества, по крайней мере, на текущий момент, они не расслабляются, продолжают давить. Но здесь у нас начало в пользу шведов. Дрейкен делает первый фраг. Хорошее начало дня. И Рез. Ну вот зачем? Есть плюс одного. Хотя, может, подловы сработать. Аркада доселе не работала для команды. Для команды Эпсилон. И, возможно, мы сейчас увидим первый случай, когда это может сработать. Если Рез немножко быстрее будет шевелить батонами. Если он добавит скорости своим лодыжкам, может, и подловит. Но пока медленно. Медленно. Фредди. Барам. Только Кэддиан делает первый фраг, но еще теряет пару игроков в датчане. И у нас ситуация 4-2. Отличная возможность. Бум. Бар-бар. Отличный подлов. Моди. Моди против кучи игроков. И он в западне. Это западня. С трех направлений его пушат. Зажали в сэндвич. Нет, нет. Взрывай гранату. Взрывай гранату из своих врагов. Это будет как бы... Ну, по-геройски мог он взять гранату, взорвать себя из своих оппонентов. Но в CSGO эта фишка не очень работает. Итак, 10-2. 10-2. Второй раунд для шведов. Но даже если они выиграют три оставшихся. Ну, в теории, да, предположим. Будет 10-5. Все равно, да, преимущество будет весьма и весьма серьезное для датчан в данной ситуации. По картам расклад я вам дам немножко попозже. Не потому, что нет времени, а потому, что тупо не знают. Итак, UMP-шечка. Небольшое преимущество в оружии у датчан. Но это, понятное дело, не критично. Не критично. Одна UMP-шечка. Тем более, позиция для UMP-шечки самая такая нормальная позиция. Близкая дистанция. Ну, собственно, поэтому он и выбрал эту позицию с учетом своего оружия. Я говорю о кале. Итак, тем временем бомба опять у нас возлежит на банане. И сдвоенный, сдвоенный парапет у нас, на самом деле. Такое мы не видели ранее. Один человек чекал. Но здесь Дрейкин решил сыграть несколько. Иначе, без профита, но успел переместиться. Судя по всему, да, успел переместиться. Здесь у нас пуш через перемычку. Два игрока от нам. Хранитель бомбы у нас будет пушить через яму. Барбара играет на опережение. Пытается занять более выгодную позицию. И вроде как зарабатывает, да? Барбар уже в Тетрисе. И чекает сразу два противоположных направления. И бомбу увидел. Бомбу спалил. Еще фраг. Ой, хорош. Барбар. Барбаринио. Но два фрага. И теперь преимущество в пользу. Есть подлов. Да, есть подлова Дрейкина. Теперь ситуация выравнилась. Но Снеппи тут же возвращает преимущество Датчана. Рез один против двоих. Ну же. Ой, фаябольчики. И спалили его. Спалили. Один против одного. Один против одного. Сделал это. И Рез сделал это. Хорош. Хороший Рез. Один против двоих. О-о-о-о. О-о-о-о. Ну, да. Жесткий был клатч. Два хедшота под конец. 10-3. И, возможно, теперь представители команды Эпсилон воодушевлятся этим поступком Реза. Да, может, он вдохновит. Вдохновит, понимаете. Скажем, можем же. Есть же. Ну, типа того, да. Дым в апартаменты. Бомба опять лежит. Нику, понятное дело, пойдет вот так. Эту тактику мы знаем. Но каков будет итог? Куда они в итоге сместятся? На Б или на А? Потому что такое начало позволяет сместиться как на А, так и на Б. Опять успешно они реализовали первую часть плана. Перемычки у нас Барбаринио. Увидит ли бедро Снэпи там... Хоп! Нет, нет, не убивает. И это проблема. Это проблема. Теперь мид по полным контролям терра. В Рез убивает важного игрока в апартаментах. И теперь не будет возможности подлова сзади для датчан. По крайней мере, без перегруппировки. Забирают бомбу. И смещение. Оп! Кали! Флешечку, флешечку! Флеш-стоппер! Чтобы выиграть время и занять более выгодную позицию. Но при этом далеко не ушел и прострелил пол. Прочекал китайский пол или нет. Ну потолок. Потолок. Для кого-то потолок есть пол. Вот такая вот философия в жизни. Что для тебя потолок, для другого всего лишь пол. Блин, мудрая мысль. Может быть очень надо будет записать. Итак, 3 в 3 после всех этих перестрелок. Снэпи через перемычку. Хранитель бомбы уже в зоне А. И Дрейкин в мини такой западне. И сыграл на опережение. Отличный стрейф и пик. Теперь он может не думать о северо-западной части тела. Потому что однозначно с той стороны никто не придет. Кэтин убивает. Оп! Подлов есть! Ну, ну! Спрей, спрей, спрей. Спрей не очень хорошо сработал. И Фредди. Ловушка, ловушка. И нет. Ну, время. Время. Слишком медленно играли. И опять же, да. Опять же слишком-слишком медленно сыграли. Датчане 10-4. И раунд завершен. Последний раунд, кстати, в первой половине. Смотрим. 10-5 или 11-4. Если будет 11-4, ну прям слишком большое преимущество будет. Однако все шансы для шведов сделать 10-5 есть. За счет преимущества. Как вы видите, две UMP-шки и пистолеты. Пистолеты. У датчана им атаковать. Что опять же. Когда ты играешь с пистолетами за защиту, ты можешь заныкаться и пытаться подловить. А вот когда ты атакуешь, ты вынужден будешь спалиться, как минимум, перед одним игроком. Но в этом тотальный минус теров. И, собственно, все. Раунд завершен. 10-5 ожидаемый итога первой половины. Надо сказать, что датчане начали мощный напор. Даже, скажем так, струя скилла была невероятно мощная. Пробила обороны шведов. Но затем под самый конец шведы прочухались и взяли больше раундов, нежели их оппоненты. И в конечном счете 10-5 на пьем. Если Эпсалон продолжит в том же духе, поверит в себя, то потная концовка нам гарантирована. Итак, еще раз всем спасибо, что подрубились на стрим. Не забываем для вас стримить сегодня Бабамыч. 54 года. Скоро у меня день рождения. Можете поздравлять, потому что сентябрь, он уже вот-вот на носу. И ждем, когда начнется игра. Опять же скажу, что это закрытая квалификация на Intel Extreme Masters 2017 в польском городе Катовицы. Или Катовицы. Я не русский. Сорян. И Double Elimination. Поэтому даже у проигравшей команды по-прежнему будет шанс выиграть путевку. Даже если ваша любимая команда сейчас проиграет, у нее еще будут шансы. Единственная проблема в том, что ваши скинчики никто не вернет. Извините. Итак, небольшая пауза и давайте послушаем нормальную музыку. Возвращаемся к игре. 10-5 преимущества у датчан. Но напомню, что Epsilon под конец стали играть гораздо-гораздо мощнее. И если они продолжат в том же духе, все здесь возможно. Мини-камбэк вполне более чем реальный. Итак, поехали. Датчане теперь за защиту. Шведы будут атаковать. Что они заготовили на первоатакующий раунд? Давайте-ка посмотрим. И, похоже, ровно то же самое, что продемонстрировали нам датчане, когда они играли пистолетку. Но тут медленный раунд, по крайней мере, на текущий момент. Возможно, включит нитро. Чуть-чуть попозже. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите. А Нико-то попер. Нико-то попер. И... Ну, он сейчас кучу инфы передаст, но немножко поздно. По-моему, гораздо раньше терры будут атаковать, чем инфу предоставить Нико. Здесь у нас Барбар. Он в западне. Он не успел подловить чувака из джунглей. Тем временем атака уже в зоне БС. Снэпи делает первый фраг. Жестко покоцан Кэддиан. Бомба установлена. Миссия первая выполнена. Но уж полностью окружили. Уже полностью датчане окружили своих оппонентов. И теперь шведам будет невероятно тяжело отбить все эти атаки. Со всех сторон пушат. Пытаются синхронизировать свои действия датчане. Ба-бам! Но два фрага откали и... Ой-ой-ой-ой-ой! Угомоните титьки! Угомоните титьки! Вот это защита! Потрясающая! Потрясающая защита от шведов. И 10-6. Казалось бы, ситуация будет весьма потная для шведов. Так как у них было на одного игрока меньше. И со всех сторон сумели их окружить датчане. И достаточно атаковать одновременно. Но два фрага откали и все пошло. Все полетело к чертям собачим. Это не я сказал. Это сказали шведы. А по-шведски к чертям собачим. Это как гадовиды к чертям собачим. Ладно. Так, ладно. Фредди минус Нуу Моди. Ну, легкий раунд должен быть, понятное дело. Кстати, не полная эко. Не форсированный раунд, между прочим, у датчан. Да, Снеппи купил броню. Но, в общем и целом, это не полная эко. Как мы привыкли рыдить. Рыдить. Видеть и рыгать это рыдить. Извините. Так вот. Как мы привыкли видеть. Текущая мета больше говорит о том, что почти все команды предпочитают форсировать. После проигранного первого раунда. Но для датчан несколько иной расклад. Здесь сейвят порядка одной тысячи. Купили кое-что. И подлов будет. Подлов будет. Бум. Бум. Мимо. Мимо. И Барбар ставит точку в раунде. 10-7. И теперь уже разница-то не такая большая, как было в самом начале. И более того, 10-8, скорее всего, будет у нас аккурат после этого раунда. За счет того, что 4 калаша в руках шведов. Суровых грозных шведов. Сейвят опять же датчане. Но сейвят весьма и весьма прилично. Как правило, когда игроки, играя за защиту, форсируют один раунд и играют полное эко. Они играют без полного армора в раунде оружейном. А датчане предпочли сыграть с полным сетом. Без полного форс раунда. Вот такой вот расклад. Снэпи. Бабам, Барбар. Перестрелочка. Барбар заваливает двоих. Ну, тут тяжело будет, конечно, выиграть раун. Ну, нереально, скажем, откровенно. Тут вопрос в том, сколько фрагов наколотят. Потому что нанести своего рода финансовый дамаг тоже дорогого стоит. И тем временем калаш есть у Кэддиана. И он будет сейвить. Во что бы то ни стало надо сейвить. И тиммейту, более того, надо оставаться и прикрывать. Что Нико и делает. То есть сейчас идет борьба за калаш. А охота уже объявлена. А охота здесь объявлена. Ау, 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 я тебя все равно найду. Ау, 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 эге-гей. Ау, 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 я тебя все равно найду. Ау, 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 эге-гей. Да, грустно, грустно в итоге получилось. Не удалось сохранить пушку. Я сразу сказал, что они будут пытаться сохранить калаш. Даже тиммейт остался, чтобы подсобить. Но не получилось. Не получилось, не сработало. Итак, 10-8 и первый оружейный раунд. И так, флешкам. И так, быстрое смещение. Дрейкен попытается подловить джампера. Ну, тот, кто постоянно прыгает. Иииииии... Бум! Хорош! Дрейкен, хорош! Минус 0 Кэддиана. Отличное начало дня для шведов. Минус... Минус Кэддиан. А он, кстати, основной снайпер команды. И это еще своего рода бонус. Дополнительно к энтри-фрагу снэпи. Полностью от флешки. Но это была просто флешка. Для проформы. Никакой тактической составляющей... Смысловой тактической составляющей она не несла. И что у нас будет? Хранитель бомбы тем временем смещается в яму. Да, атака на А у нас будет. Рез делает фраг. Ситуация 5 в 3. Эпсилон штурмует. Неплохо в коннекторе. Есть переклад от Реза. Два фрага, но тут же делает размен Нико. И теперь снэпи. Если снэпи минус нерд, будет шанс. Если же нет, но Нико убивает в свою очередь. Итак, дуэль снайперов. Дуэль снайперов, которую мы ждали. Которую мы холили и лелеяли. Ну, кто? 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 Бум! Хорош снэпи. Итак, 2 в 2. Отлично. Раскладная бомба установлена. Я не думаю, что на А. Это не А, братюни. Это не А. Немножко поздно. Деньги с небольшой задержкой. Датчане поняли, что бомба установлена в зоне Б. Кусачки. Пассатижи. Пассатижи имеются. И оба игрока будут пушить через кухню. Дым сюда. Дым слева. 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 Нет. Не угадал с позиции. И Калли добил. Остался игрок от датчан. 10-9. НТ. НТ, можно сказать, датчанам. Но шведы прекрасно справились в ситуации двое против двоих. 10-9. И лишь один раунд преимуществ у датчан. Но это ненадолго. Потому что деньги... Где деньги, Зин? Где деньги, Зин? Денег нет. А это значит 10-10. Скорее всего, будет сразу же после этого раунда. Ну, ждут аркады. Понимают, что экономическая ситуация швах у своих... У оппонентов. И аркада более чем реальна. Поэтому не спешат в этом раунде шведы. Бабам! Валды! Вот жеж! Есть жеж! И будут ли развивать? Есть ли возможность пикнуть оружие? Есть! Валды уже забрал пушку. И это прикол. И, кстати, он форсировал своих оппонентов изменить направление атаки. Вынуждены переключиться на план Б. Шведы поймут ли это датчане? Поняли, поняли? Чуйка-то работает. Ой-ой-ой. Как у них чуйка-то заработала, да? Как только северо-западная часть тела подгорела, сразу заработала чуйка. Но! Еще не факт, что по итогу шведы сместятся на... Нет, будут, будут. Через парапет на Б они решили пойти. А там уже три брата-акробата заныкались. Глубокая и влажная защита в зоне Б. И сработает ли она Калли. Пытается через перемычку кого-то выцепить в зоне А. Задымил. Да, дождался дыма от тиммейта. Дым организовал Фредди Б, как вы понимаете. И поехали, 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 поехали. Бам! Бам! Ой, не очень хороший спрей, но по итогу Калли все-таки добил. Однако перед этим Нико делает фраг. Калли прочекает, прочекает, прочекает. Будет ли чекать? Не стал чекать! Не стал чекать! Есть подлом! Один, есть подлом! Два! Воу-воу-воу-воу-воу! И здесь что? Один против троих. Три пистолетчика против Калаша. Три пистолетчика. Бум! Есть минус один. Осталось двое. Бумбочка. Десять секунд. Десять секунд. Не угадал Моди. Бум! И хорош! Хорош! Моди! Ай-яй-яй! Ай, как же красиво! Как же красиво сыграли сейчас датчане. Просто по красоте. Особенно, когда они поняли, что будет изменение атаки от шведов. И переместились в зону Б. По-быстрому организовали шашлыки и ловушку в зоне Б. И добили своих оппонентов. Прекрасный раунд. Прекрасная эко в исполнении датчан мы увидели. И все началось с потерянного Калаша. Играя против эко. Ба-бам! Ну, Кэддин-то было слишком грубо. Ну, это было слишком нагло. Он думал, что еще никто не прошел, на самом деле, за ящики. Был уверен, что это направление чисто. А нет, там было грязно. Итак, 5-4. Здесь первый фраг в пользу шведов. Фредди Би ждет. Центр под контролем шведов. Так. Нику встретит своих оппонентов совсем скоро. Барбаринио! Бар... Будет ли... Услышит ли? Нет, не услышит. И не предупредит Снэпи! Опасно! Снэпи! Опасно! Ой-ой-ой-ой-ой! Снэпи подловят сейчас! Снэпи сейчас подловят! Ку-ку! Ку-кушечка от Барбара! Ну, не очень удачная позиция, на самом деле, была у... Эээ... Игрока, который на рампе стоял. Он должен был чекать все-таки эту комнату. И дать инфу своему тиммейту. И с... Да. Лазейку обнаружили шведы. И прекрасно ею воспользовались. Итак, совсем скоро у нас здесь будет 11-10. Очень тяжело даются раунды датчанам за защиту. Крайне тяжело. На зубах вытащили один. И как-то быстро проигрывают все остальные. И опять охота! Опять охота началась! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, Моди засейвил калаш 11-10. Но проблема в том, что его тиммейты будут бегать голышом. Почти, почти голышом. Денег у них очень мало. Ну, всем хорошего настроения. И удачи! Граната. Ой, ловушечка! Ловушечка! И смотрите, какая линейная защита. Очень выгодная. Позволяет одновременно воевать сразу с несколькими игроками. Но сработает ли она, боюсь, что нет. Снеппи один, одинешник чекает и парапет, и апартаменты. Немножко ему будет тяжело. Но, в свою очередь, шведы пытаются понять, пытаются прочитать защитные редуты своих оппонентов. Пока они никого не увидели. Но ждут. Ждут аркады. Пытаются также что-то замутить. Но, в первую очередь, они должны понять, что вообще происходит. И какой примерно расклад сил у тех, кто защищает бум-зоны. Через центр, видите, действуют парами, чтобы убедиться, что в легкую пушку у них не заберут. И, как минимум, будет размен. Будет возможность прикрыть пушку. Играет аккуратно. Понимает, что экономический раунд у оппонента. Итак, все. И прям все рядом. Барбар делает первый фраг. Нико. Заныкался. Нет, подлова не будет, уходя на зону Б. Да, легко и непринужденно они установят бомбу. Так как выбить Ник, какой возможности их оттуда не будет. Без раскидок, пассатижи и прочего. Мотти уже должен уходить на сейв. Ну, нет, нет. Не должен он пытаться выбить. Главное, сохранить пушку. Так как 11-10. Ну, 11-11 будет совсем скоро. И большое количество раунда теоретически еще впереди. Неплохо Нико. Да, ну, умер, но при этом убил. За секунду до этого. Что-то уже в плюс. Кэддиан рискует, рискует. Рисковано. Хопа, хопа. Добей, 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 добей. Хорош. Пушку забери, пушку забери. Не ссать. Извините, извините. Хорошо, что меня никто уволить не может. Извините. Итак, Кэддиан все-таки вернулся за пушкой. Но уже два игрока, понимая, что Кэддиан вернется за пушкой, стали ее охранять. Так, 11-11. И абсолютно идентичные пушки у игроков. Абсолютно идентичные. Вот теперь будет интересно. Ой-ой-ой, Валда сквозь дым. Ежик в тумане. Убивает. И остановил, стопорнул атаку. По-моему, агрессивный раунд планировался от шведов на этот раз. Но вот этот первый фраг как-то стопорнул. Однако Барбар продолжает пушить. И кукушечка будет, кукушечка. Но его предупредили, да. Спалился он под самый конец. Была возможность организовать и показать нам кукушечку. Не получилось. 5-3. 5-3. Хоп! Jump! 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 Так, атака готова. И пошли на А. Пошли на А. Всей толпой. В сэндвиче РС. Основные силы датчан сконцентрированы на А и Б, на мидл, на мидле и зоне Б. Моди. Увидел? Есть, подлов. Почему без дымов и флешек Фредди Би кушал? Вот это непонятно. 5 в 2 и датчане должны забирать. Но если такой брать не... Такой раунд не брать, то какой брать? Да, ба-бам! И Валде точку поставил. Ну вот теперь было хорошо. Вот теперь было круто. Все датчане остались живы. 12 и 11 походу прочухались они. А возможно подключили обратно свои мышки. Так как поняли, что на тачпаде играть не очень-то удобно. Итак, 12 и 11 датчане вновь лидеры. Ковер? Блин, реально ковер что ли? Хорош дизайнер. Хорош. Тут еще штаны какие-то. Ладно, извините. Итак, Рез. И-и-и-и. Давай-давай-давай, жди-жди-жди-жди-жди-жди. Да, ну, понимал, что не по таймингу. Немножко и... Не стал рисковать на балконе. Снэпи ждет бус... Ой-ой-ой! Ждал с другого места, увидел с другого. Ну повезло, повезло. А Барбару не повезло, что Снэпи занял своего рода неждан, неожиданную позицию. И как бы был готов, сразу чекал два направления. И это, опять же, в плюс датчанам. Кое-какие изменения внесли датчане в свои оборонительные редуты. И, как мы видим, уже приносят им профи два раунда подряд. Конечно, еще не выиграли второй раунд подряд, но весьма близки к этому. Так как шведы на данный момент прочитать игру не могут. Не могут прочитать. Так сказать. Итак. Ждем. Нико, подлови, подлови! Флешка, эгоистичная флешка. И Дрейкен не ждал. Я не понял. Хотя ждал. Эта флешка была, собственно, для того, чтобы подловить. Но Нико оказался готов. И как-то слишком медленно Дрейкен действовал. Пять в три. И смотрите-ка, Эксилон потеряны. Они растерялись. Однако они уже в зоне. В зоне А. И есть возможность установить бомбу без каких-либо проблем. Буст! Какой буст! Какой буст! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Какой буст мы видели! Какой буст мы видели! Блин, вот это красиво было, да? Вот это... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Это было просто красиво! Вот глядя, вот когда ты играешь против таких оппонентов, вот реальное ощущение, да? Вот реальное ощущение, что вот хочется с ними играть, а не со своими тиммейтами. Вот хочется, блин, за них играть. Какой буст был! Какой буст! Отличный, отличный буст в исполнении датчан, и Эпсилон берут тайм-аут, потому что они понимают, что они теряют нить игры, они понимают, что инициатива уходит к оппонентам. И что теперь? Что теперь? Тактическая помайн-геймс своего рода. И давайте поставим нормальный музон тогда, раз у нас небольшая пауза. Итак, поехали. Немножко затянулась пауза на самом деле. Возможно, была техническая проблема, а не тактическая, так как пауза для тактической была бы долговато. Или длинновато. Не знаю, сами выбирайте. Я, демократ, даю вам право выбора. Итак, 13.11 у нас здесь, и нет денег на самом деле у Эпсила на полный закуп. Посмотрим, как они сработают пистолетками only. И бомбочка, бомбочка, бум! Ну, небольшой дамаг нанесен Фредди Пин, но не критичный. Все задымлено в хламину, просто в зону. Ой, какой тэк-майн, какой красивый тэк-майн! И Кэддиан, отличная ответка от Кэддиана. Сквозь дым прошил Реза, Снэпи делает еще плюс один. Нико добивает. Ой-ой-ой, ну теперь 4 в 2, бомба не установлена. И теперь будет ее тяжело подловить. Бомбанул Снэпи своего оппонента. И Кэддиан ставит точку быстро, легко и непринужденно. Датчане забирают раунды номер 14, играя за защиту. И два шага остается для них, чтобы начать лидировать в этом матче по картам. Я напомню, игра идет до двух побед на картах. И у Эпсила нет денег совершенно. Ну, на самом деле, вру. Деньги-то есть, но они решили играть на овертайм. Решили играть на овертайм. Купили, затарили деглов. Четыре штуки броня также имеется у некоторых игроков. Но, в общем, в целом, как вы понимаете, огневое преимущество здесь у датчан решительно. Однако Калли совершенно все равно на этот фактор. Делает первый фраг в этом раунде. И не увидел никого. Ой, как красиво на машине там заныкался, да? Сейчас посмотрим. Ой-ой, Снэппи! Никак подловить не может! Ку-ку! Хороша кукушечка. Два в два Нико делает здесь размены. Так, один против двоих. Снэппи против двоих игроков. И, ну что, Снэппи будет ли героем сегодня... Ну, этого раунда, не матча, скажем так. Хотя, если затащит, вполне возможно и матчат, так как в очень нужный момент выиграет клатч. Ну, как-то, Дрейкен, что я могу сказать про Снэппи, да? Ну, можно, наверное, вот это, да? Итак, 14-12. Мне смогли датчане обзавестись четырьмя мэппоинтами. И у Эпсалон есть надежда. И не забываем, что они, собственно, выиграли раунды на пистолетах. Вот-вот. Кэддиан, дуэль снайперов будет ли? Кэддиана агрессивная защита с АВПшечкой. 14-12. Не спешат, какой плотный центр. Аж четыре игрока. Его контролируют. Один в яме. Игнорируют метро. И всей толпой, почти всей толпой, почти всей командой будут кушать через парапет, получается. И бомбу подберет Фредди Би. Нет, смещается в центр и все через перемычку или как? Нет, слишком большое колесо игроков на парапете, поэтому, скорее всего, зону атаку в сторону Б мы увидим. Да, и хранитель бомбы также смещается. Ну, как-то суммурно, по-моему, действуют игроки. То сюда, двигаются то сюда. И в конечном счете, опять, да, видите, изменил направление хранитель бомбы. И, скорее всего, к плану Б перешли шведы. Барбар, пользуясь дымовой завесой, заныкался в перемычке. Сдвоенная защита у апартаментов. Ну, один человек Тетрис, другой апартаменты. Понятное дело, моди. Вообще, интересный расклад. Полностью игнорируют вот такой вот пласт. Ба-бам! Есть бомба спалена, но Барбар делает размен. Дрейк, Дрейк, выцепи петли. Ой, какой фаебол, какой фаебол. Дамаг есть, дамаг есть. Но у Барбара не... Ой, не прочекали, не прочекали Нико. А вот это было эпично. Вот это было эпично. Эпично. Как же красиво. Тут проблема в том, что вот этот неожиданный сдвоенный ход у апартаментов сработал в пользе датчан, так как шведу минус нули одного и подумали, все, там чисто. А нет, там еще один датчанин заныкался. И вообще датчане выиграли большое количество раундов за счет таких вот неожиданных ходов. Возможно, это заготовка, возможно, это импровизация. Но факт в том, что шведы всегда ориентируются на предыдущие расклады или предыдущие расклады. То есть они никогда не видели сдвоенный центр у апартаментов. Все, они не ждут сдвоенный центр у апартаментов. Они не видели чувака там в ледер-руме. Все, они не ждут там его. А датчане вот за счет такого вот разнообразия подлавливали не раз и не два своих оппонентов. Итак, три мэппоинта у них сейчас. Здесь модди 4 в 3. Так, есть пока шансы у Эпсилон, еще не ГГшечка. Есть надежда, особенно если Барбара единственный обладатель тяжелой пушки на данный момент. Если он выцепит кого-либо. И, кстати, 50 секунд достаточно времени в принципе. Но, как мы понимаем, атака будет однозначно на точку Б. Здесь у нас только снэпи. И попытка подлова от Барбары. Так, целого рода и прикрытия, и подлов. То есть, такая вот универсальная нычка. Однако, она же и рискованная. Так как, сами понимаете, не так-то и просто чекать сразу несколько направлений. И снэпи делает первый фраг. Ба-бам! Ждал, ждал модди такого мува от Барбара. Кали установит бомбу, но против двоих игроков вытащит ли... Так, ну окей. Бум! Ой-ой-ой, нет, но он испалился. Вот это проблема. Когда ты играешь один против двоих, основная проблема в том, что оппонент не знал от твоей позиции. Но, Кали, смотрите! Ой-ой-ой! Неужто? Неужто? Неужто кукушечка будет? Уходит... Какой мув? Но перемудрил, по-моему. Перемудрил, Кали! Кали, что ты наделал? Ой, ха-ха-ха-ха, хорош! Вот это да! Вот это да! Вот это мув! Как все красиво сделал Кали! Прям, чувак, иди играй в шахматы. CS GO слишком простая игра для тебя. Какой потрясающий мув! Заныкался на кухню, сделал разворот, подловил модди. Просто по красоте! Просто по красоте! Даже, даже, я уверен, оппоненты похлопали. Сказали, это да! Это, это круто, да! И пауза, пауза! И я думаю, пауза от датчан. Хотя, ну да, мы шведы это выиграли. Смысл им брать паузу. Пока у них все хорошо. Пока у них все нормально. Ну, я рад. Я рад, что в конечном счете мы увидели потную катку. Я даже вспотел в некоторых местах. Казалось бы, что датчане легко заберут эту карту, как минимум. Но шведы проснулись и начали крушить и убивать. При этом не сказать, что датчане сильно сбавили обороты. Игра стала такой, какой мы ее ждали с самого начала. Просто Epsilon вначале играли как-то вяленько. Уж не мне ли 54-летнему комментатору это знать про вялую игру. Так вот, датчане продолжали играть на том же уровне. А просто шведы подтянулись на слой реальный. И поэтому у нас по итогу 15-13 на табло. И опять же, если шведы заберут два раунда, у нас будут овертаймы. Три раунда за сторону с 10 кап на счету. А я... Что ж, ну, поставлю тогда нормальную музыку. Давайте что-нибудь из классической зарубежной музыки послушаем. Ну, потрясный музыкальный тайминг со стороны комментатора. Как вы видите, аккурат после музыки у нас начался раунд. Решающие раунды. Осталось сыграть один на то и два раунда. И что у нас будет здесь? Полный оружейный закуп. Почти, почти. У Эпсилон небольшие проблемы финансовые, но не критичные. Ой, картофан. Аккурат Дрейкену фейс. Ой, какой печальный картофан. Но по-прежнему играбельная ситуация для него. Так как для снайпера... Ну, 68 хп это нормально. Ему выстрел нужен. Четкий. И все будет пучком. Большим таким волосатым пучком. Итак, ждем у нас. Тем временем Валде оформляет второй фраг за защиту. Запашок ГГшечки становится все сильнее. Однако жестко продамажен у нас Нико. Это дает какую-то надежду. Но основная проблема в том, что датчане контролируют точки А и Б. И чтобы выбить их оттуда без жертв, потребуется попотеть весьма знатно. И что будут делать в этой ситуации шведы? Через центр. Через коннектор. И через яму. Они будут пушить. Ну, очень тяжело им здесь придется. Очень. Ну, 40 секунд остается. Времени все меньше. А что-то делать нужно. Пытаются пикнуть хоть кого-то. Чтобы хоть как-то разгрузиться. И подлов будет от Снэпи, скорее всего, в очень классной он позиции. И как только начнется война, он подловит сзади. Но нет, ушел. Ушел, ушел. И не спалил Снэпи. Снэпи не спалил. И это шанс. Так как один игрок отрезан. Дым. Отличный дым. Но Снэпи убивает все-таки. Я ждал от него фрага немного раньше. Но в итоге он сделал дело. И все. ГГшечка. Здесь у нас ГГшечка. Дрейкон с Тэк Найном. И Валды ставит точку. На этой карте 1-0. Шведы ведут... Извините. Датчане ведут. Но лиха беда начала. Никуда не уходим. Скоро начнется вторая карта. И весна покажет, кто где какал.